всем добрый день сегодня у меня не очень хороший интернет поэтому я покажу свой процесс сколько я всего связала тема была регулярная сетка вот видите я связала кусочек сетки и для того чтобы у меня хорошо было видно что у меня симметричная была сетка с одной стороны с другой стороны я все-таки себе небольшие такие начертила полосочки чтобы было похоже как вот связала я с этой стороны то есть ведь у меня все-таки симметрично разложены элементы и желательно связать симметрично и с этой стороны сеточка у меня это два столбика с двумя накидами и 5 воздушных петель сейчас я сделаю поближе приближу чтобы было видно хорошо и я провязываю не поворачивая полотно то есть я провязываю туда и обратно сейчас я вижу справа налево то есть вот я вижу два столбика с двумя накидами дальше провязываю 5 воздушных петель конечно если вы привыкли я вот пальчиком помогаю себе значит вяжите конечно так не сдвигая пальцами просто подтягивая вытягивая крючок и так вот я провязываю два столбика с двумя накидами и смотрю как насколько у меня укладывается сетка но здесь немножко тянет да не очень не очень мне нравится значит скорее всего что все-таки нужно пройти вот так сетку связать прямо вот от этого листочка то есть мы смотрим как у нас это все дело располагается то есть чтобы у нас были ровные такие линии и также приблизительно и и также приблизительно вы рассчитываете где у вас и сколько будет вот этих столбиков вот и один свяжу 2 так чтобы вас не тянуло но здесь немножко выше находится лепесток поэтому я наверно провяжу столбик с одним накидом как это угадать и вообще как красиво связать ну наверное удобнее когда все-таки будут какие-то шаблоны или хотя бы себе делать там наметку какую-то до приблизительно распределять и смотреть либо вы это все делаете на глаз смотрите как у вас чтобы было красиво чтобы было похоже также как и с правой стороны и так я делаю пять воздушных петель дальше два столбика с двумя накидами то есть это у меня регулярная сетка можно кстати разные разные попробовать сетки например нам дуплет предлагает много шикарных узоров очень красивых сеток а также вы можете сами придумать на основе элементов главное начать и потом все дальше уже дело пойдет так смотрим если много вот видите много тогда начинает подниматься арочка значит я скорее всего что может быть не буду здесь столбик вязать прикладывая и смотрю как это у меня все здесь помещается но в принципе нормально тоже я стараюсь захватывать за нитки с изнаночной стороны так чтобы не очень был виден прикреп с лицевой стороны ну и теперь я покажу как бы я вязала провязывала вот здесь с другой стороны и так мы смотрим что вот приблизительно у меня вот так должны терять значит мне нужно все таки сюда пройти один способ мы можем обрезать нитку и привязать в этом месте либо мы можем пройти цепочкой за элементом то есть мы провязываем те же 3 4 5 воздушных петель смотрите сами но слишком много тоже не нужно делать чтобы не выглядывал это все потом с лицевой стороны некрасиво и так я прохожу по элементу теперь смотрю откуда бы я вязала вот сейчас буду вот так вязать следующий ряд так я присоединяю можно также присоединять захватывая в раскол наш столбик вот я в данном случае сейчас подхватывая не за одну а за две нити с изнаночной стороны вот так и провязываю 5 воздушных петель тоже смотрю 5 или может меньше нужно теперь я делаю два накида ввожу как бы видите немножко я конечно руку разворачиваю и провязываю столбик с двумя накидами как бы с изнаночной стороны но в то же время с другой стороны я не разворачиваю сам планшет так немножко промахнулась 1 накид 2 меня прям сразу провязывается чтобы так научиться надо просто не спешите делать начале медленно а потом вы уже приловчитесь руки привыкнут к движению и будете делать это все так что вам будет удобно вот таким образом я провязываю не поворачивая планшет и дальше все-таки видите направляющие хорошо я рисовала их и с этой стороны и с конечно для того чтобы совсем идеально ну вот мы попробуем разные варианты для того чтобы совсем идеально ровно было конечно желательно чтобы было это начерчено нарисовано уже заготовка шаблона но если у вас нет или такой возможности или вы не хотите так делать то ну хотя бы себе карандашиком наметайте наметьте линии иначе будут как бы разные направления рядов и будет выглядеть немножко неаккуратно дело в том что когда нерегулярную мы вяжем сетку то тогда у нас такая хаотичная в разные стороны но красиво смотрится когда регулярная и немножко неаккуратно конечно не очень вот так вот тут у меня получается то я уже второй ряд делаю слева направо и в принципе сильно немного лишнего можно 2 провязать вот таким образом присоединяю и дальше делаю как бы петли подъема вот сюда и присоединяю выше к элементу и начинаю провязывать так конечно немножко удобнее привычнее скажем начинаю провязывать ту же сетку и так это у меня сетка 100 столбики с двумя накидами между ними 5 воздушных петель пробуйте присылайте свои фотографии приходите на прямые эфиры пообщаемся посмотрим у кого что получается так вот это я вязала немножко увеличу это я вязала предыдущий раз видите у меня уже получилось получился фактически тут целый целый кусочек я потом сделаю фотографию когда закончу чтобы хорошо можно будет рассмотреть и мы с вами встретимся в следующий раз понедельник или во вторник всего доброго подписывайтесь на канал приходите на прямые эфиры вяжите вместе с нами участвуйте в конкурсах тема у нас сегодня была регулярная сетка рядом с нерегулярной в наших изделиях то есть мы вяжем регулярную сетку на планшете на плоскости всем пока до встречи